Это Куэн Вриент Ты ещё чем-нибудь занимаешься в свободное время, кроме уничтожения багов в игре? Ооо, это же очевидно! Мне нравится играть с моими-ми-ми-ми куклами Это я называю классическим санансом А вот этот сананс от тройного демона номер 13 Конечно, со временем это может больше нас наскучить Когда это случается... Что ж, я просто выхожу и делаю новых... Вы с братом всё ещё близки? Я... Давайте поговорим о чём-нибудь другом А ты знал, что твоё носовое отверстие похоже на перевёрнутое сердечко? И это очаровательно! Ооо, никого я не замечал Скажи, негативный тоннаж Ты не против, что тебя воставляют злодеем в другой альтернативной вселенной? Чегоооо, негативный н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н Иск грязных хакеров умеют. Это весело. И ладно, если вы считаете меня из этого злодеем. Кто это такой, чтобы высадить? Тебе бывает одиноко в этой, ну не пустоте, а в этом пустом месте между файлами? Не, у меня есть друзья. Например, вот старый добрый косичкис-кис-кис-кисанс. Мы не друзья, только не пустой, что ты сделал в прошлый вторник. Ты сказал, что простил меня. Ну-ну-ну, я сам сам врал. Я сам тебя найду, когда буду готов. Стой, нет-нет-нет, Саз, давай поговорим об этом. Прощай. Да ладно тебе, я вообще еще твой друг. Ты не в счет номер 13. Так насколько же ты сумасшедший? Груби, Ириана. Хочу получить косточку эррофсанса. Конечно, если хочешь. Всегда поражал, пожалуйста. Почему ты постоянно плачешь? Чего? Я не плачу. Я просто так вылежу. Секундочку. Ты не лентяй? Ну-ну-ну, я был ленивым очень долго. Сначала, когда ты появился здесь, я только и делал, что спал. Даже дальше не знал, что зачелываюсь и, 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 как оказался. И вот я спал, и спал, и спал, пока мне не стало скучно. Потом, я говорил, лелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелел Санс, а ты не думаешь, что это немного лицемерно охотиться на глюки и являясь одним из них? Кто дал тебе такое право? Чем ты лучше других? Думаю, тут дело в точке зрения. Конечно, я тоже глюк. Но, когда я проверял последний раз, мы отличались от остальных. Только я один из-за всякого попрохлала. Какого Санса ты считаешь отродим номер один? Эх, это я. Я номер один. Можно тебя обнять? Ну, чисто платонически. Ты хочешь обнять меня? Физический контакт с живым существом? Это будет так давно, я никого облажаюсь. Простите, серьезно, не правда, жаль. Эй, Эррор Санс, как ты относишься к Гастеру и Кор Фриск? Они для тебя цели, которые трудно издавить? Похоже, они могут тебе противостоять, но Кор, от них слишком много проблем. Он должен иметь быть сейчасший приоритет. Ну, с Гастером мы уже встречались. Эрр Д Люк безвезвезвезезвезен, пусть и не уловим Рим. Однажды найду его, 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 его и убивем. А вот Кор Фриск? Я пытаюсь всех выстрелить. Уже-уже-уже очень-очень давно. Это всё точно в временной линии, где каким-то образом выжил только ондайдайн. Так быть не должно. Если сужу умирать, то он должен это делать в водопаде. Конечно, ондайдайн от нас на своих самых близких друзей. Но я не могу просто взять и позволить ей извратить реальность, понимаешь? Вот тогда я впервые встретил их. Корфриск. Санс, это ты? О нет, что случилось? Что это за временная линия? Санс, позволь мне помочь тебе. Что бы ни произошло, я могу помочь. Малой, ты ужасно ошибаешься. Это я здесь, чтобы помочь тебе. Надо было говорить, что я был без понятия, что наш ребёнок способен. И вместе с Найданом удалось покинуть эту временную линию. Не уверен, куда именно они сбежали. Но с тех пор мне удалось извлечь крохи-крохи информации из Коз-кода. Видимо, у Корфриск есть своя маленькая и уютная временная линия, где я не могу не укрывать все уцелевшие лаги из погибших тайм-лайнов. И что же случится, когда я найду эту временную линию? Ну что ж, приятели. Это сделать мою работу куда проще. Эй, а что ты имеешь против ненормальных временных линий? Похоже, Альфа-Телмаза ещё от их влияния. А разве не всё ровно, что творится в остальных, если основная линия в безопасности? Твои моральные ценности избивают меня с толку. Хе-хе-хе. Всё в порядке, я сам себя с толку сбиваю. Эрор Санс, тебе приходилось убивать Папируса? Похоже, на убийство друзей тебе плевать. Так может хоть смерть брата чем-то отличается? Папирус, я... Чу-чу-чу-чу пора разом спрашивать. Пожалуйста, перестаньте спрашивать. Эты меня безумно назрели. Привет, Эрор. Эм, я заметила, что пока просить у тебя объятий, это слишком. Застенчивое расстояние тянет к тебе руки. А как насчёт рукопожатия? Эм, ничего страшного, если ты не захочешь. Правда? Эм, конечно. Хочу-чу. Только дадим пару минут тут. Эй, это неплохо. Приятно познакомиться. Взаимно. Отказывается сзади к личному Сансу и обнимается, пока он не обращает внимание. НИЧТОРОСТВО! У меня качает щитный декаблика на фотофорбе. Наверное, не стоило на него давить. А где кукла Санса из Андерсвап? Даже не упоминайте меня, не Андерсвап. А исследованный Андерсвап должен существовать? Почему ты её не уничтожишь? Я пытался. Почти изничтожил эту мяску вселенную. Но, когда я был там, я столкнулся с небольшой проблемой. Разберусь с ним позднее. Боже, а ты вкусно, что до сих пор держишь за руку Парагон? Я это шипелю. Эмм, это не Парагон. И вот этот парагон будет 38. И, и, шипелишь, шип. Что это значит? НИЧЕГО. Тебе понравилось шутку, братья? Ага. Похоже, я обожала не совсем долго. Эй, Парагон, с тобой всё хорошо? Ага. Немного волнуюсь о том, что случится, когда закончится рукопожатие. О, шипельство, это когда ты считаешь, что двое очень мило смотрятся вместе. Ну, варомантись в компании. В отношениях. БЛИЦ! Ты знала об этом? О, погоди. На наше рукопожатие. Теперь мы деремся за за руки. Ты что, мне воспользовалась? Стой, нет, нет, нет. Хе-хе-хе, БЛИЦ, ты очаровательная леди. Ты даже никогда никого не понял о системе мемных правилах игры. Я не люблю, когда со мной играют. Какая приятная леди. Люблю заводить новых друзей. Боже, а БЛИЦ в порядке? Ты такой страшный. Ну, она не мертва. Иван Иванович держит только глюки, аномалии и ау. К тому же, она мой друг. Если он брат, мы не сможем проводить время-время вместе. Так, этот новый аэросанс кажется достаточно крутым. Но, в то же время, что-то в нем меня смущает. Можно я надеяться на краткое описание того, чем он, например, занят. Чувствую себя так, словно что-то пропустил. Или, на данный момент, цель именно в том, чтобы сбить нас с толку. Об этом я расскажу. Аэросанс – это нечто кошмарное и запутанное. Его силы не имеют четких границ и определенного смысла. Само его существование не имеет никакого смысла. И это сделано умышленно, потому что он полностью обезумел. Наверняка известно то, что он одержима идея уничтожения альтернативных вселенных, которые считают глюками и аномалиями. И параметры, по которым он их потеряет, тоже весьма настучатые. Глюк, мерзость, аномалия. И, похоже, под описанием может пасть все что угодно. Словно его работа по уничтожению аномалий и тому подобному – это своего рода оправдание. Потому что если у него есть причина для своего поведения, то с ее помощью он может оправдать любые свои поступки. О, я тоже глюк, но кроме меня никто не устраивает все эти аномалии. Ну, это не была работа, но кто должен заниматься? Он чрезвычайно лицемерен, но при этом безумен, а поэтому не способен свое лицемерие осознать. Его работа – это прекрасное оправдание, чтобы причинять боль другим, но, вероятно, он даже не может сказать точно, что это именно оправдание. Его существование – это какая-то ошибка, а его мыслительный процесс – вдвойне. Мне поступает огромное количество вопросов задать эту тему, о том, что в сказанном им нет никакого смысла. В этом причина. Он и должен забивать с толку, потому что безумие никогда не имело смысла. Глюк и ошибки тоже. Разве не так? Блин, Эрр Санс такой… Он считает временные линии за то, что они неправильные, а сам – часть самого неправильного таймана из существующих, и ему плевать. Хуже только нацисты. Дело даже не в том, что ему всё равно. Он настолько безумен, что даже не может осознать, насколько неправильный сам по себе, что если бы Эрр Санс смог по-настоящему ясно постичь свое лицемерие и, как вследствие, свою незатненную и очевидную ненависть к себе, вероятно, он бы МГНа сам себя убил. Где ты? Э-э-э, это место? Я от всей речи не уверен. Может, я знаю до сих пор, как я получил свои силы. Это как переходить от одной одновременной линии к другой, от вселенной к вселенной. Хе-хе. Но это было очень непросто. Изначально это место было тюрьмой-мой. Но щас я понимаю, как могу пробовать его кодом, и обнаружил, что с интересом изучаю все эти миры. Я мог пойти куда угодно. Но со всеми этими мирами, вселенными существами, сейчас всё такое шумоумное, не так ли? Эй, Санс, как ты относишься к существам, который задаёт тебе вопросы? Ну, крутые ты. Я слышу голоса уже многие годы, и большинство из них очень-очень даже милые. Я откуда же осознал? Разве количество вселенных не бесконечно? Если так, то... Хех. Удачи с уничтожением всех существующих аномалий. О-о-о, спасибо за эту поддержку. Какие чувства у тебя вызывают уничтожение неправильных вселенных? Вообще-то очень даже приятное. Кстати, это в третий номер двадцать. Шо случилось в Вандерсвап? О-о-о, вам голоса самовправда так интересно, да-да? Что ж, вместо того, чтобы рассказывать, может быть, почаще показать? Удачи над видео будет, пока разбиться открываем. Поптано.